Квартирник, Кодфест, IT-лайф-шоу. Это вечернее шоу для людей из IT. Меня зовут Ваня Мальцев. Я решил такое поорганизовывать. Мне весело, вроде людям, которые приходят, весело. И сегодня, спасибо большое Кодфесту. У меня прекрасные гости. Поэтому вот здесь вот прям ладошки вам нужно готовить. У меня в гостях сегодня руководитель фронтенд-разработки в Едодил, автор курса Computer Science для фронтендеров Андрей Кобиц. Ваши аплодисменты. Спасибо, ребят. Хорошо, хорошо. Так, не знаю, нужно ли длинные читать подводку. Самый известный в стране боец с прокрастинацией, автор книг «Жедайские техники. Путь джедая» Макс Дорофеев. Да, спасибо. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Все, дальше я сяду, будем сидя. Если вкратце сегодня будет прям много прикольного, обязательно поговорим про ребят, про их опыт, про фокапы, которые случаются. Про фокапы я уже сказал, думайте, мы у зала тоже спросим. Поиграем в Лигу плохих шуток. Кому-то интересно такой формат? Нет? Есть такое? А выборы все равно нет. Это типа аплодисментами нужно отвечать на про... Да, вот это вот. Так, и еще, еще что ты хотел сказать. А, еще мероприятие 18+. То есть, если вдруг вы услышите слово «писька», то это вы пришли, да, на мое мероприятие, все нормально. Я к тому, что я планирую, что мы такое будем говорить. Мы не материмся, но 18+, некоторые вещи говорим. Это чтобы вы просто были готовы, ну, вдруг кто-то не готов. Есть люди, которые не любят шутки про письки? Нет. Отлично. Прям кто-то выкрикивает, нет, давай, сейчас, давай с них начнем. Нет таких людей, да? Отлично, хорошо. Так, давайте тогда познакомимся с гостями чуть поближе, наверное, чем... К слову «писька», да? Так, Макс, значит, тебя многие знают, я знаю тоже тебя достаточно давно по твоим видео больше, хотя и по ЖЖ тоже. То есть, в 2016 году я познакомился с твоими видео, когда начал перегорать на работе. Как сказать, что человек слишком старый, не говоря, что он слишком старый. Я еще читал твой ЖЖ. Абсолютно верно. И, честно, мне очень сильно помогло в тот момент, когда я там чувствовал выгорание, я почитал, посмотрел и перестал чувствовать. Я считаю, это хороший результат. Да, может быть, оно было, но я перестал это чувствовать, да? Возможно, нервные клетки атрофировались, обожгло. В общем, очень рад, что ты у меня здесь. Вопрос. Кто ты? Ты, судя по твоему аккаунту в Инстаграме, вот первое, что я понял. У тебя написано «Я не коуч». Написал две книги «Джидайские техники» и «Пуджитая», но не коуч. Провожу корпоративное обучение, но не коучинг. Все, что я понял, что ты не коуч. Да, да, да. А почему так много? Я бы еще раз написал, просто букв не хватает. А ко мне почему-то регулярно в личку туда стыкались и говорят «Вы коуч?» Вот, ну, я говорил «Нет, не коуч». Потом мне это надоело, я написал. Стали чуть реже обращаться. Я написал еще раз. А потом в какой-то момент наоборот. Мне их как прорвало. Видимо, там роботы, они ищут просто слово «коуч» в описании. И всех, у кого найдут, они туда идут. Когда я был маленький, я делал в LinkedIn резюме. Ну, вот я же в IT работал еще там 12-13 лет назад. И девочки HR регулярно приходили, говорят «Хотите, мы вам дадим там вакансию?» У нас есть классная вакансия JavaScript разработчика, еще что-то. И мне в какой-то момент это надоело. Ну, нерелевантные были, да и, в общем-то, работу менять не очень хотелось на тот момент. Я написал, говорю, ниже список технологий, в которых я не разбираюсь. И перечислил все, с чем они ко мне обращались, и они стали обращаться еще чаще. Ну, то есть, они поиском там пишут, там «Dotnet», «Дорофия». Не хотите вакансии? Ну, и не видят, что там. Да-да-да, не дочитывают просто, на самом деле. Ну, и потом мне слово не нравится, оно стрёмное. «Coach», фу, гадость какая. Ага, а то есть, кто ты тогда, если ты не коуч? Чтобы было понятно. То есть, отрицание мы поняли. Это очень сложный вопрос. Какое бы слово ты выбрал, чтобы описать себя? Хрен знает. Я написал «прокрастинатолог», это может быть наиболее близкое, что описывает то, чем я занимаюсь, но все равно не полностью. Поэтому, как знаешь, вопрос «кто ты?» и у меня самого для себя нет ответа на него. Прокрастинатолог. Хорошо. Зафиксируем «прокрастинатолог». Хорошо. Тогда ближе к твоим уже. Ты ведешь тренинги, так или иначе, или, может, по-другому это называется, но курсы по борьбе с прокрастинацией. Плюс у тебя еще по книгам, как правильно читать книги, я знаю, еще несколько вещей есть. Но я хотел спросить в основном про тренинги. Первый вопрос. На твоих тренингах разные оставляют всяческие фидбэки люди. Фидбэки в смысле, ты приходишь к ним на тренинг, они пишут стикеры, и ты потом разбираешь с ними, откуда эта проблема вообще взялась. Одна из проблем. Треть, зачеркнуто половина слова, команды упыри. Стали лучше думать о своей команде. Есть какая-то история за этим тикетом? Ну, это как? Это фрагмент ретроспективы, когда ребята собираются, смотрят свои проблемы и дальше думают, что с этим делать. Как ты считаешь, это хороший фидбэк? Конечно, они думали, что половина команды, а потом, в принципе, разобрались в своих интерпретациях и поняли, что только треть. И, по-моему, прогресс налицо. Это значит, что две трети людей, они считают вполне себе хорошими коллегами. Да, приглашайте Макса на тренинги, и вот такие прорывы будут случаться у вас регулярно просто. Так, тогда давай дальше пойдем. Вопрос такой. А, это фотка называется «Один пропущенный». Да. Ты, значит, занимаешься тайским боксом, и ты как-то говорил, что тайский бокс, как и весь спорт, ну, многие спорт, но тайский бокс в большинстве, помогает именно расслабиться, потому что ты все время в моменте. Потому что если ты не в моменте, то ты можешь получить по лицу. Ты как бы и так можешь получить по лицу, но если ты выпал из контекста, то как бы можешь быстрее получить по лицу. И вот у меня вопрос. Я, на самом деле, не удержался, естественно, добавил мемчик, ты же любишь мемчики. Да. Скажи, как тебе помогает тайский бокс расслабляться? Советуешь ли? Слушай, ну как вот, я к нему подхожу, это бескорыстная любовь. Кстати, джеб, как правило, если правый, то это значит левша. Да, джеб — это удар левой передней рукой. Вот, правый джеб, да, можно было просто сказать джеб. Вот, у нас бескорыстная к ней любовь. Не то, чтобы там, знаешь, я хожу бить, учиться бить людей, чтобы мне там это взамен какие-то фичи появлялись, новые ачивки раскрывались. Нет, просто прикольно. Ты там приходишь в зал, пошевелишь, там люди хорошие. Ну вот, это фотка из Таиланда. Я регулярно до определенного момента, у меня пока ребенок был на домашнем обучении, ездил в Таиланд и жил там месяцами. И туда приходишь в лагеря, ну вот, и там разочек я просто немножко подрался. Потому что обычно после тренировочный процесс он не такой. Когда там уже выходишь на бой, да, там можно будет подраться, но там бывают всякие издержки. Там где-то у меня, или в Фейсбуке еще там синячина такая была на бедре. Ну, в общем, всякие эти издержки, так сказать, обучения. Ну, что, прикольно, мне просто нравится. Рекомендую или нет, ну, знаете, попробуйте. Никто не понимает, чего хочет, просто размышляя. Вы попробуете, а дальше вам это нравится или не нравится? Мне в свое время, ну, понравилось. Ну, что, прикольно, приходишь, там умные люди. Больше всего мне понравилось, я потом, у меня был перерыв очень большой в занятиях тайским боксом. Я ходил на Кравмага. Знает кто-нибудь, что это такое? Слышал такое, да. Они говорят, это способы решать проблемы. В общем, тоже вид контактного взаимодействия с партнером. Exceptional problem solving, скажем. Exceptional, вот именно exceptional. Все сводится сломать запястье и ударить в пах. И там ребятки мне просто понравились. Ну, как обычно, там, я помню, до этого, буквально там за день до этого я ходил в зал тайского бокса в Клину. У меня там дача рядышком. Ну, и там ребята такие, в общем-то, там, то они на рынке работают где-то. Кто-то говорит, что мы там в школе, у нас там наркоту в сортире продают. Ну, в принципе, вот кто занимается единоборствами. Ребятки такие достаточно простые, попадаются особенно в простых залах. Тут я пришел на Кравмага. И там чувак переодевается, и у него из рюкзака вываливается антихрупкость Талиба. Я думал, ствол будет, такая история, если честно. Нет, антихрупкость Талиба с закладками, он ее читает. Оказалось, потом инструктор, вот у кого мы учились, он еще и на меня подписан, меня смотрел. Ну, то есть, они там интеллектуальные люди достаточно. Очень интересно. Нормально, круто. Спасибо большое. Иногда контингент любопытно. Спасибо, Макс, давайте поаплодируем за прекрасные ответы. Андрей, очень рад, что ты здесь с нами. Значит, ты с древних времен практически работаешь в Яндексе. Ты делаешь свои прекрасные курсы по… такие глобальные, именно в смысле, что они больше на университетские даже похожи, чтобы людям какие-то азы, которые делают из-за медлов сеньоров именно. Такие курсы прям прикольные. Я видел сайт, посмотрел, послушал. Тебя очень-очень круто. Скажи, пожалуйста, у меня первый вопрос. Значит, ты с детства, видимо, ну, за компьютером, да? С детства. Да. Но с возрастом приоритеты, я видел, что поменялись. Пиво появилось, пиво, пиво, пиво. То есть, да, получается, само работает уже во взрослом возрасте. Расскажи, вот ты когда начал программировать вообще? Судя по всему, это прям, ну, сколько тебе лет? Десять, там, девять? На самом деле, там по инсперсии просто плохая фотография. Нет, у нас компьютер у меня в пять лет появился, папа принес с работы. А программировать, ну, для себя лет двенадцать, а по трудовой книжке в пятнадцать лет. В пятнадцать? По трудовой? По трудовой книжке, да. Ничего себе, это как так? Это можно было с пятнадцать? Можно, с разрешения родителей, да. Можно. С разрешения родителей. Слушай, круто. И причем, при том, что у тебя было много всяких разных блокеров по типу карьера, карьера рок-музыканта, например. Ну, да, был такой момент. Я долго выбирал, кем стать, программистом или музыкантом. Так, и, и, и? Ну, когда деньги пошли, хорошие от программирования, я понял, что музыкантам быть бесперспективно. Ты рассказывал, что у тебя у вас были разные роды концерты, не всегда полные залы, и вот, возможно, в этот момент тебя это исполнилось. Я бы сказал, почти всегда были неполные залы. Ну, да, то есть всякое было. Было, что выступаешь последним, там уже уборщица пол моет, а ты такой, эй, я не вижу ваших рук. Такое тоже бывало, да. Ага, но решение ты в итоге принял. Ага. И пошел на собес в Яндекс еще в 2010 году. Расскажи, каково было на собесе в Яндексе и как ты вообще, за какая за этим история? Ну, я уже, получается, программировал лет пять и хотел программировать больше, лучше учиться у умных людей. И как-то, ну, не знаю, у меня даже не было сомнений, надо идти в Яндекс. Я поставил себе цель, написал, они мне практически сразу ответили. И как-то это все произошло в течение, там, не знаю, недели. Я такой к ним пришел, говорит, давай, я от вас не уйду, все собесы мне сразу давайте. А сколько тебе лет было? Лет 20. Я еще студентом был. Конечно, простой парень. Ну, не сейчас собесы, и у меня время поджимает. Мне 20 лет, у меня много дел. Вот. Чайзики тикают, да. Я, получается, не выходил из, можно сказать, ну, раз в туалет выйти, там, из переговорки, где мне собесили. Потом ребята все ушли, я один остался. И они возвращаются уже с офером. То есть я все в один день сделал. Ага. Нормально, поздравляю, 20 лет, прекрасно. Как это, в ваши сильные стороны, да? Я терпеливый. Хорошо, мы вам позвоним, я здесь подожду. Да, да, да. И ты в итоге там увольнялся, устраивался и заново устраивался уже в Ядодил. Расскажи про твое собеседование, вот уже, вот, когда ты, последнее твое. Ядодил, да. Получается, я ушел из Яндекса, ну, тогда Финчер вышел с социальной сетью. Я подумал, что я тоже Кучаевый, тоже как Цукерберг. Надо уйти из Яндекса и делать свою социальную сеть. Судя по смеху, не все получилось, да? Я понял, что Финчер меня обманул. Вот, и в какой-то момент мне пишут ребята, что я с кем-то уже работал, то есть я уже там знал, ребят, что приходи к нам, типа, будет интересно. Вот, и я потом узнал, что они используют много из технологий, которые я разработал. И когда я пришел на собеседование, говорит, что ты можешь дать нам? Я говорю, ну, как минимум я могу разрабатывать технологии, на которых вы пишете. А еще тоже забавный момент, что мне, жена моя говорит, один пиджак, один пиджак, ты должен пойти в пиджаке. Я пришел, мне говорит, что ты в пиджаке? Классика, классика. Где портфель, где футболка? Да, спасибо Андрею, давайте поаплодируем отлично. Все, мы немножко познакомились. Так, что у меня дальше? Дальше, значит, давайте... А, вот у меня есть такая... Это сайты моих сегодняшних гостей. Угадайте, у кого книга называется «Джедайские техники». Да? Чисто, ну, совпадение случайное и не случайное. Так, ну что, я, как и анонсировал, у нас дальше, значит, факапы. Я хотел бы попросить микрофон, если есть, поднимайте руки, у кого в зале есть хорошая идея рассказать историю про факапы. Пока вы думаете, сомневаетесь, формулируете историю, давайте просто посмотрим, что в интернетах пишут, что у людей случается. Ты нашел наши факапы. Нет. А, не наши. Не факапы. Но факапы, да. Например, такой факап. Сотни заключенных США не могли выйти на свободу из-за ошибок в ПО. То есть и такие бывают последствия, понимаете? А, наша собственная задача, я забыл механику рассказать. Смотрите, я как бы люблю экспериментировать, и это эксперимент тоже. То есть мы смотрим факапы, а вот у меня есть гости. И что можно сделать? Можно побыть экспертами по факапам, правильно? Но факапы будем мы, естественно, не исправлять, а ухудшать на каждом шаге. То есть максимально что могло бы случиться хуже. Соответственно, первый факап наш такой. Что с ним будем делать? Мне кажется, самое обидное, самое обидное работать вот в IT-отделе этого заведения, потому что к тебе в какой-то момент могут приехать ребята, после которых откинулись чуть попозже, на несколько дней, и как бы задать вопросики про стулья, про что-то еще. Ну, то есть как-то… Мне еще нравится, что эта новость, она как бы американская, но на английском вообще, мне кажется, звучит смешно, потому что люди не зарелизили вовремя ПО, и из-за этого не смогли зарелизить вовремя людей из тюрьмы. Так, а у меня еще какая-то была заготовленная шутка. Ну, тут, кстати, вполне возможно, у них число просто переполнялось, и когда число переполняется, оно из-за очень большого становится очень маленьким, то есть им заново сидеть весь срок. Извините, обнулилось. Кажется, точно, лучший, лучший, лучший. Обнулить, да, всем? Да, обнулить просто. Ты сидишь, сидишь, а, ну, типа, можно, чтобы, представляете, сидеть в тюрьме чувак за маком просто, и такой, ну, как обычно, да, приходит оповещение, типа, обновите свой мак. Он такой, ну, я потом обновлю. И голос такой сзади из камеры, обнови сейчас лучше. Да. На всякий случай. А то у меня знакомые, да, на свободе есть, они тебя потом обновят. Да, вот с числами бывает такая штука. Я, по-моему, где-то рассказывал эту историю. У меня одно из первых мест работы. Мы делали бортовое программное обеспечение для гражданской авиации. И там одна из самых стремных ошибок. Понятно, конечно, ну, она в релиз не зашла, ее там все отловили. Но, в принципе, идея была прикольная тоже из-за типов данных. Они взяли там, где нужно было знаковое, знаковое, беззнаковое число. Точнее, да, сделали беззнаковое. А там логика очень простая. Там, в принципе, все достаточно просто с точки зрения кода. Когда самолет заходит на посадку, его с земли подсвечивают глиссадой. И, соответственно, если у тебя там положительный угол отклонения от глиссада, тебе надо чуть-чуть штурвал от себя автопилоту. Когда у тебя отрицательный, чуть-чуть надо на себя. Вот. И оказалось, что он, когда остановился отрицательным, чуть-чуть в минус уходил, там за счет эффекта переполнения получалось большое положительное. И надо было дальше в землю его догонять. Ну, вот по логике автопилота. Понятно, что это в релиз не зашло. Там все это... Автотесты отловили, надеюсь. Ну, там есть сто тысяч миллионов, да, этапов, на которых это отсеивается. Но вот то, что такая штучка породилась, и был один байт. Вместо там int кто-то добавил uint. Вот беззнаковое целое. Да, вот так. А надо было там со знаком. И проблем бы, в принципе, не было. Так, а давайте следующий факап посмотрим. Как раз мы эксперты, мы ухудшаем, продолжаем ухудшать. Следующий факап как раз... Андрей, расскажи-ка, как вы выкатывали чеки в ядодил? То есть это была такая подводка. Сейчас надо смеяться, потом слезы, потом рогание. Чеки. Может быть, ты имеешь в виду кэшбэк? Да, 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 кэшбэк. Ну, ситуация была такая, что налоговый выкатил API, по которому можно, соответственно, сканировать QR-код на чеках и получать информацию. К нам приходит наш продакт и говорит, мы должны быть первыми. У вас есть пара недель, не знаю, как крутить и сделайте. Безумно важно быть первым. Да, да, да. И вот иногда ребят спрашивают, а правда, что в Яндексе там по выходным работают? Говорят, да все это вранье. А мы сидели, у одного человека кровь носом пошла. Это его клавиатура код ревью. Да, да, да. Мы только обсуждали, как отдыхать правильно, да, тут у человека кровь носом пошла. Знак ли это, да, что нужно отдохнуть? Непонятно. У меня еще свадьба была примерно на этот момент, и я там уже фактически иду на свадьбу, так шапак поправлю и все, и пойду в ЗАГС. Но это не фака было, мы все успешно запустили. Ты говорил про интересные последствия с одним пользователем. Последствия с одним пользователем? Да, был факап, был кэшбэк, да, в Озоне, и там был интересный момент. Всегда приятно смотреть, как хакеры, соответственно, думают. То есть, получается, он делал кэшбэк и сразу возврат. Кэшбэк и сразу возврат. И так миллионов на 10 себе накэшбэчил. То есть, вы были первыми в этом. Как вам повезло, да. Да. На самом деле, много интересных случаев, когда кассиры организовывали ОПГ по получению себе кэшбэка. Мы это все разоблачали. И там главный кассир, организатор всего этого делал. А вы там детективы, получается, да, тоже как-то подрабатываете? Мы как бы код пишем и еще раскрываем дела. А еще люди там пишут жалобы. Я не мошенник, я просто собираюсь по моих чеки и сканирую их. Я бомж, получается, да. Так, что-то добавить даже нечего. Может быть, у кого-то появились какие-то истории. Если нет, ничего страшного. Я просто знаю, люди стесняются часто. У меня последний факап, который я видел. Почему-то, почему-то все факапы получились в эту тему. Из-за ошибок в ПО в США досрочно освободили 3200 заключенных. Ну, в среднем, наверное, все норм, да. Да. Вот так и объяснили этим ребятам, которые там сидели меньше. А, да, как говорят у нас в Agile, бог дал, бог взял, да? Хорошо, давайте так на этом моменте поаплодируем. Есть факапы? Это же, по сути, можно эксплуатировать как противодействие закону. Так. За это сесть, потому что куда же, к ним же? К ним же. То есть ты буквально из одного отдела в другой, из одного кабинета в другой пересаживаешься, да. Слушай, ну, если ты, будучи программистом, тебя закрывают за то, что ты отпустил правильных пацанов, это не так страшно, как если бы тебя закрыли за то, что ты их не выпустил. В принципе, я понимаю, да, такой приходит очкарик, вот, за что там срок мотаешь, ну, вот там 3200 правильных пацанчиков отправились на отдых раньше, откинулись пораньше. Королем бы, стремя, говорят, да. Конечно, мне кажется, это прям, может быть, хороший виток карьерный. Повысили. Да. Да. Ну, там, в общем, будут благодарны. Был джуниор-разработчиком, стал королем в тюрьме. Как оно такое? Да. Нормальное повышение. Там можно курсы запустить тебе. Курсы. Про успех. Да. Так, что, давайте пойдем дальше. Значит, Андрей, к тебе вопросы появились. Ты говорил, как раз около свадьбы ты что-то релизил, и чуть ли прям вот не там, чуть ли не прям вот… Ну, не то, что не там, но был очень близок к этому. То есть, ну, да, как раз мы запускали кэшбэки, там был баг, и вот должность руководителя, она иногда связана с тем, что у всех паника, а ты не должен паниковать, и тебе нужно что-то сделать. Вот, и да. А у тебя свадьба, то есть ты как бы примеряешь, там уже фотографируешься, королай кусаешь. Без паники. Да, дорогая, сейчас я отойду. Вот, ну, да нет, в общем-то, это было близко к свадьбе, но не во время свадьбы, слава богу. Ну, и ты использовал формулировку, я даже записал, свадебный фикс. Да, свадебный фикс, я так закоммитил, да, был коммит-месседж, да, свадебный фикс. И там были поздравления дальше, типа, апрув, там, счастье, любви, здоровье, детей. Так, ты еще говорил про, ты вводил традиции обязательно в своей команде всякие разные, чтобы мотивировать людей делать хорошо и не делать плохо. Есть такой у айтишников, называется синдром самозванца. Люди боятся, ну, что их разоблачат, что они ничего не знают. И я в команде у себя, ну, это когда еще было в офлайне, такая тема, что нужно показывать, что люди ошибаются, и в том числе ошибаюсь я. И мы ввели традицию монетка позора, что если кто-то ошибается, ну, ошибка какая-нибудь дурацкая, знаете, из серии. Ты там час ввозишься с багой, а потом понимаешь, что у тебя там сборка не запущена, и все твои правки, они просто не применяются. Вот, и человеку там вручается монетка, мы реально купили монетку, там, один боится другого борца, там, заворачивает. Вот, все встают. Это медалька получается, да? Да, да, медалька, все аплодируют, кричат, что он лох. Хорошая, да, традиция прям. Вот, и дело в том, что чаще всего монетку брал я. И в итоге всем стало легче, ну, типа, мы работаем на лох, то все нормально. Видишь, что руководитель лох, да. Как-то все расслабляются после этого. Можно сильно не фигачить, все хорошо. Так, хорошо, у тебя про курсы, давай поговорим. Значит, у тебя большие курсы, больше трехсот выпускников, как я понял, да? Да. И ты рассказывал, что у тебя разные фидбэк на него приходят, люди по-разному. Кто-то хвалит, кто-то жалуется, кто-то говорит, а зачем? Приходят люди, которые не совсем нужны этому курсу. Ну, был случай, когда я, когда делаю продающий вебинар, говорю, это курсы для программистов. Те, кто хочет именно в программировании растить карьеру, не уходить там в менеджерское. Кто видит себя через 20 лет программистом. Вот, приходит человек, потом оформляет возврат и пишет, я вообще менеджер, я не понимаю, зачем этот курс нужен. А менеджеры не слушают, они, в общем, да, у них рефлекс, им приглашалка в календарь пришла, надо подсоединиться. Им сказали, там, целевое действие, да, кликни, купи, они кликнули, купили. Да, саморазвитие, саморазвитие, да. Да, все, все очень так. Я вот тут смотрю, продолжительность 9 месяцев, да, хорошо. Да, да, да. Вот, родить можно. Ну, вообще, на самом деле, я действительно хочу университетскую программу, и 9 месяцев это мало, то есть нужно больше. Вообще, наверное, там в определенных видах, да. Ты раскручиваешь YouTube, запустил канал, делаешь шорсы, ну, как модные ютуберы. Как идет? Я, на самом деле, во-первых, узнал, что я скуф, я не знал такое слово. Мне ютуберы объяснили. Я думал, я лох, а я скуф, да, все понятно. Ну, на самом деле, что это? Это означает, что я старый и толстый. Вроде еще борода должна присутствовать. Кто разбирается? Пузо, пузо, отлично, да. Борода, пузо и старый. Разговаривать с телевизором еще надо. Подождите, а мы сейчас... Нет, 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 нет. Нет, старый, толстый, говорит с телевизором, это не про нас. Это вообще неправильно. А это все, что ты узнал из Ютуба? Нет, еще мы записывали... Ну, я хотел сделать такой IT-юмор, значит. Так. Что, типа, зачитался книжкой, сижу там на унитазе, читаю книжку по Хаскеллу. Ну, а как я, что, я без трусовства буду сидеть? Сел в трусах, думаю, потом запикаю. И выложил, забыл запикать, выложил, сижу в трусах, и у меня там тысячи комментов. Он ссовет трусы. Разработчики Хаскелла, понятно, кто вы. Отлично. Смешнее было только, знаешь, когда там вот подобного рода жанра в фотках, надо было взять вторые трусы, как будто вот приспичило такое дело. Он ходит в двух трусах. Что, приходите на курсы к Андрею, заходите к нему на канал. Давайте поаплодируем здесь на этом моменте. Так, Макс, к тебе вопросы тоже есть? Ну, давайте до вопросов я скажу. Вот у меня есть QR-код на презентажке. Можете, если что, перейти. Там тоже, там есть мой YouTube-канальчик. Там, кстати, просто все ссылки есть, которые у меня есть. Заходите, лайкайте, я буду очень-очень рад. Это все, ради чего я здесь. Это чтобы кто-то узнал об этом, потом пришел и посмеялся. И вообще, то, что вы смеетесь, спасибо вам большое. Это очень круто. Подписки, лайки, вот это все. Да. Макс, все еще продолжим по твоим, значит, фидбэкам, которые происходят на ретро, которые ты проводишь. Это давно было. Давно. Да. И меня еще удивило, что такой контент на одном стикере, он как будто бы разный. То есть 20% на локто-бэклок как будто бы с чем-то вяжется, но час говна меня совсем сбил с толку. Нет, это уже просто решение пошло. Это просто вот такая метафра. А, это решение? Да, 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 да. Ну, как это перефразировали. Там давно было, да, ребятки чего-то там хотели, им надо было балансировать нагрузку. Вот они там планируют, к ним прибегают, что-то просят незапланированное делать. Ну, вот они вот так решили, что 20% мы там не планируем, наш бэклок до упора. Вот. Ну, и дальше решили назвать это примерно так. Как, ну, исходя из того, с какими незапланированными задачами к ним обычно прибегают. Это название практики. Час говна. Чтобы люди знали, как ты приходишь к команде, без уважения просишь сделать задачи, они говорят, мы это сделаем, это мы называем час говна, чтобы ты понимал. Да, да, в следующий час говна мы сделаем твою важную задачу. Да, вот примерно так. А хорошо ли вы сделаете? А хорошо. А как ты думаешь? Ну, как, ну, вот, вот. Ну, там же по-разному это может характеризовать не только качество, а там, мое отношение. Типа, оно может быть хорошее, качественное для вас. Да, но вот у меня не запланировано, я к этому вот примерно так и отношусь. Да, приносите еще. Ну, вот как ребятки изобрели не планировать себе бэклог по самой помидорам. Не, вообще нормально, мне кажется, хорошая практика. Еще вопрос. Значит, я был на твоем тренинге, я в там теке работал, был на твоем тренинге, приезжал, значит, твой коллега, проводил у нас тренинг, но потом, после этого, ты через месяц, то есть, чтобы это тоже реклама тренинга, потому что круто, через месяц созвон идет с Максом непосредственно, и он ревьювает список задач каждого человека, кто участвовал в тренинге. Причем мы ревьюваем их вместе, то есть мы смотрим все списки задач, всех людей, с кем мы проходили тренинг, и как бы учимся друг на друге и на своих списках задач. Вот. Расскажи, может, что-то ты видел прям какие-то такие задачи в этих списках, которые тебя сильно поразили, заставили задуматься, либо, может быть, сам список был какой-то интересный, либо соседствовали задачи какие-то странные, или в целом люди как-то адекватно к этому относятся, особенно после твоего тренинга? Ну, сейчас так, знаешь, прям сразу не вспомню, наверное, если бы заранее подготовился, конечно, там иногда попадают всякие интересные вещи в списках задач, но, в принципе, по большому счету, ну, нет, нет. Там, если ребятки освоились, что список задач — это вот прям маленькие, четкие, конкретные инструкции обезьянки, как мы это делали, то там нету вот этого там «построй демократию на Кубе», еще что, вот это в других местах они пишут, а там, ну, да, написать, позвонить, спросить, прокогделировать. Был один раз, я видел глагол «выебрать». Вот. Я подумал, опечатка нет, это надо было там кто-то нафакапил, надо было разобраться, кто виноват, и принять меры дисциплинарного воздействия, как вы понимаете. Вот. И это для компактности было обозначено одним словом. Вот. Вот это да, вот это было такое. Удобно, удобно. Так, скажи, я видел это твое видео уже в интернете раньше, но решил его снова посмотреть, потому что оно прикольное тем, что оно называется как что-то для менеджеров. Да. Поначалу, типа, измерения в скрам и канбан, шухар, шесть стигма и люди-снежинки с руками из жопы. То есть тебя можно найти в ютубе? Да. По запросу… По слову Дорофеев, руки из жопы, да. Все так. Это, кстати, о статистических методах планирования, да, люди-снежинки с руками из жопы. А как еще можно объяснить такие концепции? Как вообще пришла в голову концепция про людей-снежинок с руками из жопы? Потому что это что-то такое, что вроде с тобой осталось, и ты где-то периодически вкрапляешь этот презентаж. Молодой еще. И вот здесь вот это бэджик. Бэджик лаборатории Касперского. Я еще там работал. Вот там, если бы было по Full HD заскролить, там прям было бы видно зелененькое вот это вот. Вот. Поэтому там я совсем еще худой, молодой, не бородатый. Я еще, по-моему, тогда курил и, впрочем, непотребствами занимался. А так, ну как снежинки-снежинки, я нарисовал человека с руками из жопы. А у меня ребенок ходил мимо, говорит, о, снежинки. Я думаю, ну, точно, снежинки. Вот, как-то так и повелось. Хорошо. Это, получается, осталось в истории твоего ребенка. Я пытался нарисовать человечка с руками из жопы. Вот, примерно так. Ребенок сказал, что снежинки улыбаются. Он тогда маленький был. Кстати, про ребенка. Это заявление, я его прочитаю, оно мне очень понравилось. Это твой педагогический подход к работе с ребенком, как я понял. Прошу разрешить Дорофееву, Максиму Сергеевичу раздолбайничать. Подожди, Максим Сергеевич, это ты. Нет, это не с ребенком, это немножко другое. Давай, раздолбайничать все выходные в связи с тем, что за эту неделю он искренне задолбался. Кому это заявление было написано, расскажи. Это, на самом деле, я приводил пример. Многие люди боятся. Вот мы привыкли с вами, то, что нам нужно разрешение на все. Сначала я был маленький, и мне нужно было разрешение от мамы. Теперь я повзрослел, мне нужно разрешение от жены. И постоянно мы не можем чего-то делать, пока нам кто-то не разрешит. В частности, многие люди боятся отдыхать. У меня же не было, мне никто не поручил, мне не разрешили. А у кого спросить разрешение отдохнуть? Ну, спроси сам у себя. Как? Ну, вот я там предлагал вот именно такую практику использовать. Просто вот пишешь сам себе, от имени самого себя заявление. Прошу разрешить мне отдыхать. Потому что я задолбался, ну, вот, чем мне аргумент, чтобы отдохнуть. Ну, и ты такой потом приходишь, думаешь, пишешь нам резолюцию, разрешаю, все такое. И вот у тебя официальное разрешение отдыхать в выходные за подписью. Самого важного. Ну, вот, нет, такое тоже возможно. Печат, потом заведешь у себя, печать ставить будешь. Да, печать. Где-то у меня были вот эти штуки. Когда я только-только начинал уже работать сам на себя, мне нужно было написать, потребовали от меня справку, что я являюсь сотрудником той компании, в которой я работаю. Говорю, я являюсь сотрудником компании ИП Дорофеев Максим Сергеевич. Говорит, ну, напишите справку. И я писал там заявление от ИП Дорофеева Максим Сергеевича. Заявляю, что Дорофеев Максим Сергеевич работает в ИП Дорофеев Максим Сергеевич. На должности Дорофеева Максима Сергеевича. Ну, я попрекалывался, говорю, вот так надо. Они говорят, да, хорошо, окей, нормально. ладно. Отлично, давайте поаплодируем Максу, отлично. Так, ну что, я обещал, сдерживаю обещания. У нас Лига плохих шуток под ваши аплодисменты. Все достаточно просто. Так, ребят, давайте сразу вам раздам. Значит, Андрей, твоя, Макс, твоя. Вы можете пока почитать, а я расскажу правила. Правила очень простые. Ребята шутят друг другу в глаза, шутки, прописьки и не только. Не всегда. Не всегда прописьки. И, получается, задают вопрос коллега, он же соперник, повторяет вопрос, чтобы мы так ускорили темп, повторяет вопрос и шутка. И вот так, хоп-хоп-хоп, вы перекидываетесь, пытаетесь друг друга рассмешить, сами пытаетесь быть на серьезном. Вот. Все просто. Я, пока вы там читаете, чтобы понять, что там про подготовиться, расскажу вам две шутки каждому, чтобы отрепетировать, и чтобы на дно юмора тоже опустить, как бы, чтобы, ну, вам было от чего отталкиваться. Вот. Да, шутки плохие, сразу говорю, во многих смыслах, во многих. Поэтому давайте так. Да, я говорю вопрос, ты повторяешь вопрос, Андрей, потом я говорю шутку. И так вы друг с другом тоже будете. Давай попробуем начнем с тобой. Какие особенности работы на сервере, собранном на Автовазе? Так, я должен повторить. Да, какие? Какие особенности? Не-не, просто какие, и все, этого хватит. На Автовазе. Давай еще раз, я попробую. Ну, типа, мы так темп зададим, просто чтобы между вами было быстро это все. Какие особенности работы на сервере, собранном на Автовазе? Ну, он может вести людей, не знаю. Так. Нет, ты такой, какие? Да, 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 все правильно. Его не отвечает. Я задаю его, давай, Макс, попробуем с тобой тогда. Я к тому, что мы на примере попробуем, и потом дальше погоним. Я завис. Нет, я разгадал, тут не надо давать ответ, надо подыгрывать, чтобы тебе дали ответ. Да, все правильно. Какие особенности работы на сервере, собранном на Автовазе? Какие? Дивопс иногда заходит к разработчикам и просит подтолкнуть, чтобы завестись. И тут надо сделать вид, что не смешно. Я правильно понял? Правильно понял. Кто размеялся, тот проиграл, да? Отлично, все, давайте поаплодируем Максу. То есть надо ответ потом еще читать. Да, да, да. Все, сложно. Да. Андрей, давай тебе тоже тестовую шутку, другую. Давай. Почему программист не отказался от секса с женой на детской площадке? Почему? Ему привычно трахаться в песочнице. Это я сразу про письки, чтобы, ну, вы поняли, какая будет примерно коннотация. Трахаться в песочнице. Да. Ну что, тогда вроде бы все разобрались с правилами, да? Можете посесть лицом друг к другу чуть-чуть. Давай попробуем. И читать. Там есть номер один, номер два. У кого первый, начинайте. У меня номер один, да? А у меня все. У тебя тоже, наверное, с первого начинается. Или у тебя со второго начинается. Он уже прыгал. Почему программисты евреи постоянно успевают в сроки? Почему? Они всегда релизят обрезанную функциональность. Как называется кофе, пролитый на ноутбук? Как? Макачино. Макачино. Что будет, если в 2024 году начать писать код на jQuery? Что? Вообще прям обидно вот сейчас будет. Тебе вместо зарплаты сразу начнут платить пенсию. А что, уже не модно, да? А вот фронтенд разработчик спросите. Ну, 75% до сих пор на jQuery. Ну вот, да. Я же говорю, сейчас обидно будет. Но не модно, кстати. Но не модно. Все равно. Да, я знаю. Значит, ты скуф? У тебя пузо, борода, и ты пишешь на jQuery. IT скуф. Почему русские программисты самые лучшие? Почему? У русских всегда парное программирование, потому что с нами бог. Да. Да, с нами бог. Парное программирование. Это хорошо. Почему бомж отказался писать код на PHP? Почему? У него тоже есть принципы. Как там раньше, да? На Паралимпиаду по программированию приглашаются программисты на 1С и PHP. Вот, главное, jQuery им обидно, да? PHP нормально. PHP шикарная вещь вообще, шикарная вещь. Говорят, что там вот в начале двухтысячных прям говорили, почему надо учить PHP, потому что там название переменных начинается с доллара. Андрей? Почему скрам-мастер сидит на бутылке? Почему? Решает проблему бутылочного горлышка. Как обычно, через жопу, да? Ну, хорошо, да, если там, может, это... Да. Почему в серверной напёржено? Почему? Потому что могут себе позволить. Это какой-то флэшбэк или что? Почему так сильно смешно? Это правда напёржено. Просто, видимо, да, там не все были в серверной, да, напёржено. Напёржено. Почему Макс Дорофеев описывался, как только проснулся? А правда, почему? Максимально быстро закрыл важную и срочную задачу. А-а-а, тролли. Давайте поаплодируем. Лига плохих шуток специально для вас. Отлично. Ну, не таких уж и плохих. Так, спасибо большое, что пришли. Вам спасибо большое, что пришли. Посмеялись, похлопали.